Германия всерьез взялась за российских шпионов. Берлин наконец-то понял, проблема настолько масштабна, что необходима целая реформа Федеральной разведслужбы Германии. Еще год назад издание Bild, со ссылкой на свои источники, писало, что немцам известно о двух тысячах российских агентов их стране, но реальные цифры могут быть как минимум в 10 раз выше. Ведь кроме активных шпионов есть еще так называемые спящие агенты или консервы, которые ожидают спецсигнала для начала действий. Это закодированный шифр, который могут передавать с помощью радиоволн. Вы даже можете случайно перехватить это послание, но ничего не поймете. Как это работает? Вот вам исторические факты о секретных шифрах спецслужб. Шпионские игры. Что за шифр транслирует загадочная российская радиостанция? К чему готовит шпионов Северная Корея? В час икс поднимается вся спящая агентура. Разоблачение спящих агентов. И в этот же день беседы сообщаешь в Москву. И игра в имитацию с помощью легендарной Энигмы. Выбитые окна, ржавая арматура. Территория, покрытая дикой растительностью. Эти руины советской военной базы в подмосковном поселке Поварова на первый взгляд не имеют никакой ценности. Но они манят сюда радиолюбителей. По их расчетам где-то здесь находится радиостанция УБВ-76, которая еще с советских времен на коротких частотах транслирует в эфир странный сигнал. Кроме набора имен, слов и цифр, зачитываемых женским или мужским голосом, еще прерывистое жужжание. Которое уже более 40 лет передается в эфир. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Из-за него станции и дадут название. Жужжалка. Загадку призрачной радиостанции пытаются разгадать тысячи энтузиастов. Поймать ее передачи можно в любом месте земного шара. Но кто их передает? Расскажем дальше. Пятерка, восьмерка, щука, единица. Полеты журавлей, хор с военным оркестром и, конечно, лучший в мире вождь. Ютуб-канал радиостанции северокорейского Пхеньяна в 2020-м отметился еще и странным сообщением. В одном из видео диктор назвал номера страниц из книг для какой-то университетской экспедиции номер 719. Видео длилось всего минуту, через несколько часов было удалено. Эксперты утверждают, это был не первый случай, когда Северная Корея транслирует закодированное послание. Но так открыто их спецслужбы сработали впервые. Мог ли это быть срочный приказ собственным агентам? Что делать в час икс? Поднимается вся спящая агентура и дальше направляется, куда нужно, на диверсии, на подрывы, на организацию информационных операций. На ролик обратила внимание южнокорейская разведка, ведь именно для них соседи несут наибольшую угрозу и не только из-за диверсий. Очевидно, используют промышленный шпионаж по отношению к Южной Корее, потому что там технологии пошли чрезвычайно вперед, очень серьезно. И Северная Корея для того, чтобы просто удержаться, нужно постоянно воровать эти технологии. Когда-то и это изделие было новейшей разработкой, правда, уже нацистской Германии. Трофейная шифровальная машина «Энигма». Я жму клавишу, у меня загорается совершенно другая буква. Я ее потом радиограммой передаю на ту сторону. У адресата также вставлены штекеры. Получив хаотичный набор букв, их повторяет. А на выходе уже информация, которая закладывалась при наборе. Долгое время революционная разработка давала нацистам большое преимущество во время войны. Немцы сделали ее компактной и обеспечили все дивизии. На бомбардировщиках, на кораблях, подлодках, все бригады СС, гестапо, даже порты, железнодорожные станции были обеспечены этой техникой. Ну а расшифровать ее коды пытались лучшие математики мира. Одного из них сыграл Бенедикт Кэмбербэтч в шпионской драме «Игра в имитацию». Если вы хоть словом обмолвитесь о том, что видели, вас казнят за государственную измену. Какая красота! Нацисты тщательно хранили свои секреты. За потерю такой машинки военных ожидало такое наказание, что они берегли ее, даже пренебрегая собственной жизнью. Шифровальщик отвечал под угрозой расстрела. Не было случаев, когда ее захватывали невредимой, потому что шифровальщиков обучали не только заниматься шифровкой текстом, а в том числе, как ее вывести из строя. Дешифратор создадут американцы благодаря союзникам и до конца войны будут тайно читать перехваты. А чтобы защитить собственное, придумают настоящее ноу-хау. Радистами-шифровальщиками возьмут индейцев племени Наваха. В то время у них не будет даже алфавита. Произношения и звуки настолько сложны, что их не сможет понять ни один европеец. Они будут работать на тех же коротких частотах, которые и сейчас есть на вооружении спецслужб. Как начальник бывшей внешней контрразведки я могу назвать основные функции. Первое проникновение во все иностранные разведывательные и контрразведывательные и полицейские органы. Информация оттуда бесценно, утверждает Олег Калугин, бывший генерал-майор КГБ, который бежал из России и сейчас живет в США. По его словам, в каждом российском посольстве есть аппаратура, передающая закодированное сообщение. Специальные шифровальные органы, они, значит, оформили и направили в Москву. Однако способ не слишком надежен. Более 10 лет назад он подвел 11 спящих российских агентов, работавших под прикрытием в США. Одним из них была Анна Чапман. Но шифровальщиком в этой группе оказалась не она, а двое других шпионов. Михаил Куцик и Наталья Переверзина. Пара принимала кодированное радиосообщение в стоящем на холме доме в Сиэтле. Там же найдут и таблицы с цифрами для их расшифровки. Что-то похожее обнаружат и на заброшенной подмосковной военной базе, откуда транслирует сообщение «российская жужжалка». Неужели загадочная станция УБВ-76 действительно транслирует шифр? И почему его даже не пытаются скрыть? Россияне уверены, что шифр, зашифрованный с одной стороны и с другой, то есть шифр неизвестен другим. А шифр может быть очень сложным. Существует версия, что это могут быть распоряжения российским шпионам по всему миру. А вот бывший сотрудник АГБ Александр Зеленько утверждает, что станция может иметь еще и стратегическое значение. И неудивительно, что она находится в глубинке. 64-й год, когда Советский Союз начал строить в глубине. Почему в глубине? Возможность минимизировать последствия ядерного удара при Третьей мировой войне. Там, куда ракета не долетит, а если долетит, вряд ли поразит. Есть теория, что это так называемая система ядерного ответа «мертвая рука», которая настроена на случай ядерного удара. Если она перестанет слышать сигналы от командования, автоматически нанесет ответный удар. Звучала на этой частоте и так называемая команда 135, то есть учебная тревога. Обычно это тестовый сигнал к полной боеготовности. Но несмотря на то, что координаты станции давно известны, найти источник вещания пока не удавалось никому. Субтитры создавал DimaTorzok